МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «РОДНАЯ ГАВАНЬ» является автономным лагерем с инновационной инфраструктурой, в рамках которого формируется сообщество патриотически направленных молодых людей и талантливой молодежи Крымского федерального округа. Этот форум пройдет с 26 августа по 1 сентября на территории Республики Крым. Основной целью форума является создание коммуникационной площадки для успешного формирования молодежи, а также на развитие творческого потенциала, патриотического потенциала. Организаторами форума выступает полномочное представительство президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Севастополя, правительство Республики Крым, а также Севастопольский государственный университет. На полуострове уже проходит форум Таврида. Какие его различия между родногаванью? Всероссийский форум Таврида является площадкой, которая собирает молодежь со всех регионов Российской Федерации. То есть на Тавриде собирается творческая молодежь со всех субъектов, со всей страны. Наши форум окружной сделаны специально для молодежи Крыма и Севастополя. Если на Тавриду поедут буквально на каждую смену по нескольку человек из Севастополя и Крыма, то на нашем форуме «Родная гавань» соберется вся активная и самая лучшая молодежь нашего полуострова. А сколько примерно ожидается человек? Ожидается примерно 600 человек на форуме «Родная гавань». А по каким направлениям будет проходить работа? Основных направлений шесть. Это реализация государственной молодежной политики, это гражданское общество. Есть такая тема, как патриотизм, патриотическое воспитание и как национальная идея в Российской Федерации. Также есть такая тема, как карьерный рост и успешная реализация молодого крымчанина на благо полуострова. Проектная деятельность, что очень интересно для молодежи современной. Соответственно, у нас такие общегосударственные, общесоциальные направления работы. Есть уже какие-то интересные наработки? Да, конечно. Сейчас уже созданы проект программы первого молодежного форума «Родная гавань». В рамках нее пройдут образовательные дискуссионные площадки, мастер-классы от приглашенных гостей и лекторов форума. Сейчас разрабатывается спортивная программа форума и культурная программа форума. Также уже стартовала регистрация участников на форум «Родная гавань» и волонтеры. А что требуется от волонтеров? Расскажите, какие их задачи основные? Основные задачи волонтера – это помощь в организации форума. У нас есть несколько направлений деятельности. В первую очередь ребята будут работать с участниками форума, с гостями-экспертами, со средствами массовой информации. Также у нас будет отдельная группа ребят, которые будут помогать обеспечивать безопасность. Диспетчерская служба, сладские все службы. То есть основная задача волонтера – это быть помощником и организатором такого большого и крупного мероприятия. Недавно прошла акция «100 дней до Родной гавани». У нас есть видеосюжет. Давайте посмотрим. 26 августа в Крыму в селе Стерегущая стартует первый окружной молодежный форум «Родная гавань». Участие в нем примут порядка 200 волонтеров и всех, кто хочет поделиться опытом и знаниями в сфере молодежной политики. Форум Чан ждет образовательная и спортивная программы, грантовый конкурс, выступления творческих коллективов и вечернее шоу. Регистрация проходит через онлайн-систему «Молодежь России». Основная тема форума – это российская идентичность. Но в рамках образовательной программы пройдут целые 6 тематических смен. Это гражданское общество, это государственная молодежная политика, развитие государственной молодежной политики, это работа с социальными проектами и так далее, и так далее, и так далее. Самую большую популярность сейчас пока что набирает тема – это социальные проекты и государственная молодежная политика. Для участия в форуме необходимо заполнить анкету и снять видеоролик на тему «Что ты сделаешь для России в ближайшие 10 лет». Кроме того, сейчас идет набор волонтеров для участия в «Родной гавани». Добровольцы пройдут специальную подготовку и помогут в организации мероприятия. Я поеду и буду координировать людей, собрать их в команды и проводить с ними различные мероприятия. Активно проходит подготовка. Мы все очень внимательно следим за регистрацией участников и волонтеров и очень ждем этого события. Я хочу туда поехать волонтером, получить новый опыт, пообщаться с людьми и получить новые знания на образовательной программе. Я могу помочь людям. Я делаю это не для себя, а для людей. И мне это нравится. Мне нравится давать частичку себя, чтобы дарить людям какое-то добро и улыбки. 19 мая с целью популяризации первого окружного молодежного форума специалисты Управления по делам молодежи и спорта совместно с севастопольскими волонтерами провели акцию «100 дней до родной гавани». На набережной Корнилова организаторы провели различные конкурсы, интерактивные игры, разыграли подарки и призы для жителей и гостей города. Анна Брачева, Александр Листопад, информационный канал Севастополя. Видно было, что царит такая очень веселая атмосфера. А какие были акции, какие были конкурсы? Основные конкурсы были направлены на популяризацию знаний о молодежной политике, о форумной кампании, о том, что вообще происходит в городе и как молодежь может проявить себя в социальной сфере, в рамках молодежных организаций. Мы пытались узнать, что молодежь вообще знает о форумах и о том, что будет происходить. Также у нас были несколько таких культурных блоков. Прежде всего, это выступление одной из любимых публикой севастопольской групп, группа Курага выступала, и ребятам действительно очень понравился этот концерт. И, соответственно, мы попытались привлечь как можно больше молодежи к нашему форуму и замотивировать их участвовать и быть волонтерами. А молодежь вообще активно принимает участие в подобных мероприятиях? Наша молодежь самая активная, самая лучшая и действительно самая творческая. И мы гордимся тем, что любое наше вот такое вот начинание, оно всегда поддерживается теми ребятами, с которыми мы работаем, с которыми мы общаемся. Поэтому, да, наши все молодежные организации активно подключились к процессу, пришли на мероприятие и приняли активное участие. Давайте поговорим о регистрации. Как можно принять участие в форуме? На самом деле, зарегистрироваться на форум достаточно просто. Необходимо заполнить анкету в автоматизированной системе «Молодежь России», заполнить все пункты. И самое важное, соответствовать критериям отбора участников. Это должен быть человек в возрасте от 18 до 30 лет, который является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на территории Крымского федерального округа. Также необходимо заполнить полностью анкету. И там будут оцениваться такие критерии, как участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, выставках и так далее. Это, конечно же, участие в волонтерской деятельности и общественной деятельности города и молодежных организаций. Также одним из критериев будет очень интересным – это съемка видеоролика. И ребята должны будут ответить на вопрос, что они сделают для России в ближайшие 10 лет. И также бонусами будут такие критерии, как сертификаты за участие в форумах, как рекомендации из высших учебных заведений. Так как все-таки наши потенциальные участники – это не только активисты молодежных общественных организаций и объединений, а также студенты города Севастополя и Республики Крым. Также это молодые журналисты, предприниматели, аспиранты. То есть вся молодежь, которая попадает в возрастную категорию от 18 до 30 лет. А есть вообще возможность попасть на форум человека, который никогда не занимался волонтерской деятельностью, особо нигде не отмечен? Да, конечно, возможность подобная есть, так как основные баллы не даются. То есть все критерии отбора предполагают под собой бальную систему оценивания. И, допустим, человек не занимался волонтерской и общественной деятельностью, но, допустим, человек занимается активно научной деятельностью, конечно же, он получит определенные баллы и в сумме получит определенное количество и получит возможность участвовать в форуме. А есть уже какие-то интересные ответы? Да, конечно, у нас уже молодежь активно регистрируется на протяжении месяца. Есть достаточно интересные эссе, очень интересные видеоролики, которые вскоре будут опубликованы в социальных сетях. Так как вот тоже один из подкритерий оценивания видеоролика является количество набранных лайков под ним. Так что скоро мы все увидим видеоролики и регистрация будет продолжаться до 30 июля. И в августе уже узнаем тех ребят, которые поедут все-таки на форум «Родная гавань». Что необходимо для того, чтобы стать волонтером? Для того, чтобы стать волонтером, необходимо также зарегистрироваться в АИС «Молодежь России». То есть мы забиваем сразу же в Google «АИС «Молодежь России». Первая ссылка нам туда. Дальше выбираем волонтерский корпус «Родной гавани». И, соответственно, заполняем анкету. Также отвечаем на вопрос, почему именно я должен быть волонтером форума «Родная гавань». Достаточно снять видео на мобильный телефон, на любое устройство. То есть 30 секунд, почему именно я должен быть организатором. Соответственно, после этого все заявки, которые мы получим до 5 июня, мы обрабатываем. Лучших из них мы приглашаем на школу волонтеров, которая состоится с 16 по 19 июня. И там уже специалисты Ассоциации волонтерских центров, это самый крупный центр по подготовке волонтеров в стране, уже будут готовить ребят для организации форума. А вы можете рассказать, как проходит подготовка? Подготовка проходит активно. У нас сейчас действительно очень много мы получаем заявок от ребят, которые хотят принять участие именно в волонтерской деятельности. Практически разработана программа. Мы совместно с Ассоциацией волонтерских центров делаем программу, которая подготовит не только волонтера на форум, но и даст универсальные знания для волонтера, который будет в последующем организовывать крупные мероприятия, работать по социальным программам. То есть это такой крупный трехдневный блок, который подготовят у нас ребят, которые потом уже будут нести знания дальше в молодежь, дальше, соответственно, распространять по своим организациям, учебным заведениям. Все практически готово, ждем участников, и надеемся, что скоро они станут волонтерами и войдут в нашу команду организаторов форума «Родная гавань». Что необходимо для того, чтобы стать участником форума? Основные какие-то есть критерии? Как я уже сказала, это полностью заполненная анкета в системе «Молодежь России». Также это наличие подтверждающей документации об участии в определенных мероприятиях. Это прохождение конкурсного отбора, и каждый участник, который зарегистрировался на молодежный форум «Родная гавань», получит, те, кто пройдут конкурсный отбор, подтверждение на электронные адресы, и, в принципе, можно уже собираться и готовиться ехать на форум. Что самое интересное ждет его участников? Вот самое-самое какое-то яркое событие какое там будет? Вот, вы знаете, я не могу, на самом деле, выделить самого яркого события, которое будет на форуме, потому что, в принципе, все мероприятия, они комплексно будут интересны, начиная от образовательной программы мастер-классов, заканчивая новыми знакомствами и эмоциями, которые получат участники на форуме. Возможно, одним из основных блоков форума, потому что все-таки форум у нас направлен на проектную деятельность, по большей части будет конкурс грантов, который проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. То есть участники, которые приехали на форум, будут иметь возможность презентовать свои идеи и проекты. И те ребята, которые пройдут конкурс, смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив в городе Севастополь, и в Республике Крым. Спасибо вам большое. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Желаем вам удачи и самых лучших участников. Напомним, у нас в костях были специалисты управления по делам молодежи и спорта Севастополя, Елизавета Цокур и Марина Слонченко. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова